Привет зрители! Я знаю, ты ждешь пустые баночки в ноябре. Я честно хотела их вчера записать, но вот это как-то не случилось. Зато случилось сейчас. У меня практически закончилось, тут уже вода налита. Чтобы окатить да вылить, и можно будет что-нибудь сюда другое залить и заюзать, как просто уже в виде жидкого мыла. Это Faberlic Home Cosmetic для уютного дома. Мыло для кухни, устраняющее запахи. Красный гранат убивает неприятные запахи, мягко и эффективно моет, не сушит кожу рук. Короче, я не знаю, может я какая-то странная, но я его юзала как средство для посуды и как просто жидкое мыло. Это подарок от подписчицы Лелечки. На мне уже второй или третий раз такое мыло дарит, я честно не помню. Наверное, уже, может, третий раз. Потому что средство для мытья посуды у меня, по-моему, уже третий от неё. И оно у меня ещё не закончилось. Будет потом в других пустых баночках у меня тут волосина. На губах у меня из палетки Grand Rouge и Frosche. Если я сегодня сподоблюсь, то потом увидишь это всё в АСМРе. Короче, вот хорошее мыло. Фаберлик тут даже где-то есть, да, вот, наверное, это его номер 3021. 30201. Мыло для кухни, устраняющее запахи. Если мыло для кухни для чего-то другого, дай знать в каментах, потому что мне религия запретила загуглить это всё. И мнение зрителей как-то интереснее посчитать в каментах, чем так просто. Короче, в общем, тут 300 мл хватило мне его на 2 месяца ровно. Очень классное мыло, спасибо Лёлечке. Вот такая хреновина тоже от Лёлечки Фаберлик Хом. Косметика для уютного дома, средства для чистки плиты духовок у меня закончилась. Там можно, в принципе, окатить и ещё что-нибудь помыть, потому что там, ну, наверное, если долить воды вот так потрясти, то будет мне счастье. Тут у нас номер 30139. И 50 мл. Я частично отмыла ей свою духовку изнутри. Она хорошо моет. Вот мне больше всего понравилось её использовать как для мытья этой моей металлической раковины. Что она там из стали, что ли? Вот налил чуть-чуть, чуть-чуть совсем подождал и растёр. И вообще счастье есть. Очень хорошо отмывает вот именно раковину. Там от каких-то следов бывшей еды, ржавчины, чего-нибудь ещё, мыльных разводов вообще раковина сверкает. А вот с духовкой, которая тоже вроде как из металла, ну, пришлось потереть губочкой. Я-то думала, капнешь, подождёшь минут так 20. А, самое-то главное, она мне помогла отмыть тут мою малярованную маленькую белую кастрюльку. У меня что-то как-то было не очень хорошо, и я как-то, ну, варила я в ней манную кашу. Я заметила, у меня такая фишка. Вот мне, допустим, пью я кефир, пол-литра купила. На следующий день купила ещё пол-литра. На следующий день, на третий, допустим, день покупаю литр кефира, и он у меня уже не идёт. А тут я варила манку на завтрак 2 или 3 дня подряд. И кошка у меня эту манку, и я вот тут думаю, на, побольше манки сварить. Я её мешала, 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 и в какой-то момент я подумала, всё, мешать не надо, там всё ништяк. И она у меня прижарилась. И вот если бы мне эта штуковина я залила, полчаса подождала, потом потёрла, то мне бы пришлось больше долго тереть, чем без неё. Ну, в смысле, чем с ней. Вот она мне практически отмыла кастрюльку, правда, тоже пришлось тереть железной губочкой. Ну, хорошая штучка, спасибо, Лёля. Так, если бы ни одно животное, которое мне располосовало руки где-то от огня 2-3 назад, благодаря Кайлашу Джованну, который тоже будет в пустых баночках, у меня практически всё вот уже нормально, вот здесь практически затянулось. Правда, сегодня, когда я говорила с подписчицей по телефону, у меня кошка располосовала палец в одном месте. Ну, я нашла вчера этот самый пластырь, но я его придела сейчас на другое место, где у меня кошка тоже постаралась. То я бы этот кремик уже пустой показывала. Но так как у меня руки были в таком состоянии, что их... Мне как-то стрёмно было мазать кремом для рук, тем более кремом, который для... Крем для век. Мазать этим кремом руки, которые располосованы, и по большей части сначала полностью кровоточили, то, в общем, он у меня остался. Но он как бы сейчас пустая баночка ноября. Но закончится он, видимо, в первых числа декабря. Вообще, это подарок от подписчицы Светы. Это левран, алоэ вера, витаминизирующий крем для век, 15 мл. Мне он не понравился. На веках он как-то этот... Его ощущаешь, он как-то стягивает, пощипывает. Я ему пару раз давала шанс, но поняла, что на руках он ведёт себя лучше. И, в общем, вот он почти пустая баночка. На руках потом доюзается. Как раз у меня тут почти всё зажило. По крайней мере, уже такие шрамики некровоточащие. И вполне можно такие руки помазать каким-то кремом, а не лечебной мазью. У меня практически закончилось. Тут буквально может ещё вечером помазаться. Это тоже от подписчицы Светы. Фанни Органикс. Привет, я маска для лица или что-то в этом роде с секретом улитки. Тут дофига всего в составе. Она очень прикольная. И напоминают мне по консистенции. Вообще вот, ну, по виду, как такой прозрачный гелик. И по ощущениям напоминают мне гель алоэ. Я даже... Кстати, благодаря Свете узнала, что Bioacqua такая фирма из китайской. Правда, это не Bioacqua. Это другая фирма. И заказала себе одну штуку на Алиэкспресс. Гель алоэ от Bioacqua. Но, правда, не глянула, что там это другая фирма китайская была. Полли. И вот она мне должна на этой неделе, наверное, прийти внезапно на магазинку с доставкой от России по России. Правда, знаете, так вот чисто Алиэкспресс. Первый раз так заказываю на Алиэкспресс. Когда доставка из России по России, она идёт так же, примерно, как из Китая. Несколько дней посылка валялась в почтовом отбирении, прежде чем отправиться. Вообще у нас сыворотка для лица на нормальной коже. У меня смешанного типа кожи, но очень хорошо. Мне понравилось. Я даже иногда её использовала как крем для рук. Очень крутая штука. Я никогда раньше сыворотками не пользовалась. Но она мне понравилась, заинтересовала. Я даже потом себе думаю приобрести. Это 20 мл, но очень надолго. Хватает, очень экономично. Спасибо, Светя, за возможность попробовать. Очень классная штука. Так, эсы. У меня тут пакетик и пустых баночек еды, и пустых баночек вообще. Я сейчас буду доставать, что будет не пустая баночка еды. Что я обозрю. Просто как-то я тут всё туда складывала. Пока что что-то это всё не то. А вот, пустая баночка не еды. Пустая коробочка из-под мыла, которая у меня наконец-то закончилась. Это и фраше, и лимитка, хрен знает, какого нового года. Вроде как, по идее, это должна быть ёлка. Но для меня она пахла, это мыло пахло этим самым миндалём. Тут 150 грамм хватило чуть ли не на 4 месяца. Своя ему мыло, как вот на губочку натрёшь и тушку помоешь, и руки мыло. Очень хорошее мыло, в принципе, так-то. Но оно слегка рассыхалось, местами размекало. По большей части рассыхалось, а в общем оно, ну, как бы удобное. Оно до 7-го, 22-го бы дожило, но вот закончилось. И, оказывается, его вроде когда-то сама заказывала. Там и фраше, когда ещё там что-то покупала. У меня закончилось очень клёвое мыло от подписчицы Лёлечки. Спасибо тебе. Мыло дав для питания и увлажнения. Одна четвёртая увлажняющего крема. Очень классное мыло. Первое, наверное, мыло, которое в этой вот ванной, в этой квартире. Я тут с середины апреля 2018 года обитаю. Которое в моей мыльничке не размокает, не раздресает. Покупное мыло первое такое. Не трескается и не высыхает. Очень классное мыло, хорошее. У меня там буквально осталось до конца сегодняшнего дня помыться. Помылиться такой тоненький кусочек. Очень классное. Мне понравилось очень крем-мыло, дав красота и уход. Это не просто мыло. Это первый шаг к красоте вашей кожи. Бла-бла-бла. Не сушит кожу. В отличие от обычного мыла. Ну, у меня как бы и в Рашевской это не сушило. Но, да, кстати, я один раз помылилась, как вот, или пару раз даже помылилась. Использовала его на губку, чисто как гель для душа. Очень хорошую пену даёт. Очень классное. Спасибо, Лёлечке. Клёвое мыло. Так, это чего у меня такое? У меня закончилась маленькая баночка Кайлаша Дживана. Это обалденная штука, практически универсальная. Её можно съесть, если у вас болит горло. Я её внутрь не принимала, честно. Её можно помазать там вот, ну, горло за ушами. Я её вообще юзаю чисто как. Если у меня не очень сильное мигрень, я мажу вот в эти места. И оно помогает. Когда у меня был проблем с насморком, ну, насморк у меня был, я вот здесь вот крылья носа мазала, и у меня эта кожа шелушёная практически, ну, как бы, её и практически и не было, всё ништяк с носом было. Сейчас только что вспомнила, как я могла забыть. Когда вот устали глаза, у меня раньше были капли, они, по-моему, были в пустых баночках еды, которые я вот последний большой ролик там на 50 с чем-то минут делала. Там или пам тысячный. Я их капала, и всё ништяк было. Иногда бывает, знаете, вот просыпаетесь или долго работаете, с ноутбуком работали, ещё с чем-то. Ну, глаза устали, короче. И глаза болят. Я ложилась, а как-то был такой момент, я, короче, ездила к подруге, а у неё муж курит. У меня аллергия, видимо, не только на табак, чисто как вот сейчас поважаю. А ещё, в общем, я приехала домой, у меня дико болят глаза, вообще жуть. Конъюнктивит у меня, но иногда, знаете, приезжайте в Москву. У меня там через 8 часов уже такое состояние, что глаза гноятся, вообще полный писец, как там люди живут. Очень редко такое у меня бывало в Ярике. Ну, и тут точно так же, вот примерно, такие же ощущения, лежала я. Каждые 15 минут, где-то за часу 4 раза, мазала глаза. И через час у меня глаза вообще прошли, всё нормально было. В общем, веки, ну, не сами глаза, конечно, веки верхние мажете, если у вас болят глаза, и будет вам счастье, проверено Лёлей. Вот именно он мне помог, ну, правда, другая уже баночка, 60 мл, тут 30, с руками. Он помогает от следов от ожогов, у меня иногда ближние родственники, а у них всё ещё такая баночка, они всё ещё её юзают, а я про эту баночку узнала благодаря MyIndie. Плейлист есть, и там вот как раз один ролик, там два ролика. Один ролик про садь MyIndie, а другой ролик про этот Кайлаж Дживан. Не поленитесь, гляньте. Это Ола, там, Кайлажа Дживана, там, правда, несколько иная подача материала от меня идёт, чем сейчас. Ну, в общем, у меня было тогда два бочонка, на обзор присылали 60 грамм и 30 грамм, вот по типу такого. Я уже несколько раз таки покупала и 30 грамм, и 60 грамм, и себе, и другим родственникам. И вот те родственники, которые мне отдала такой бочонок, у них ещё жив. Им очень помогает, периодически бывает, там, когда готовите, чуть-чуть обожгли пальчик, вот, помогает. От ранок всяких, можно лицо намазать, если оно шелушится, или просто какие-то проблемы на нём. Можно руки помазать, можно, не знаю, даже мозоль какая-то, вот у меня была сушёная мозоль, я несколько раз помазала, и всё, мозоли не стало, ногой стало хорошо. У него натуральный состав, это аюрведическое средство, индийское. Можно купить на Вайтберис, или на Озон. Ну и так, в общем, короче. Регулярно покупается, и регулярно в пустых баночках. Оно не закончилось, у него заканчивается срок годности в конце этого года. Мне подарила одна моя подружка года три назад, это Эйван, Эдванс Техник. Для тонких и нормальных волос, густота и плотность, сыворотка, заполнитель, гиалурон, пептид комплекс, магия гиалурона. Честно, я не очень поняла, что это за штука, как ей пользоваться. Я как-то, у меня были не очень пышные волосы, я нанесла на волосы, сделала, значит, прядку своей этой плойкой, завела, снимаю эту плойку, и, по идее, оно должно как-то помочь, ну, шевелюре, попышнее быть там, как-то это всё завить нормально, я распускаю эту прядку, оно такое ощущение, будто я волосы неделю не мыла, а у меня они жирные, тонкие, и как бы при некоторых шампунях я их мою каждый день. Раз в день, в смысле. А при некоторых и раз в три дня. И тут именно вот такое ощущение. Я, значит, потом долго-долго мучилась, уже просто высушивала этой плойкой, чтобы оно как-то более пришло в вид в нормальный. Может, ей надо после мытья волос, как-то волосы вспыхивать, вспенивать, ну, её же потом смывать. Короче, почти полный флакон, я не знаю, что с ней делать, она ещё вполне себе в нормальном состоянии, хоть тут 12 месяцев после вскрытия давно прошло, срок у неё годности до конца этого года. Но что-то мы с ней друг друга не поняли. Я ещё думала её обозреть в пустых баночках, а потом оставить и периодически изюзать, как вот, ну, на плойку, чтобы завить волосы, но вот что-то... Может, надо поменьше вложить, хотя и так не очень... Ну, три капельки на щётку я сделала и расчесала волосы. Может, одной капельки надо. Вы мне в камень так дайте знать, потому что, может быть, ей дать второй шанс юзать реально, когда вот экстренно надо завить волосы, чтобы на полчаса они были вменяемые, пока там я ролик пишу внезапно. У меня высох и закончился, он так и никуда не слёгся. Тут, в общем, оставалось буквально где-то одна треть. Это я что-то когда-то заказывала на Алиэкспресс года три назад, и мне в довесок продавец положила два таких лака. Один вот такой был, розовый, другой ещё юзается, и он у меня будет в АСМРе. Потом увидите, если вы по АСМРу. ЦР или КР, хрен знает, Кайру, 12 мл. Ну, такой монотонный лак без блёстка, вообще матовый такой. Вот с каким-нибудь лаком, допустим, вот с таким вот у меня сейчас на мне, по-моему, от Арифлейм, такой серебристо-голубовато, с блёстками лёгкими, он нормально, с шиммером вот так поверх какой-то, или прозрачный просто лак поверх положить. Нормально. Я как-то лаком редко пользуюсь, но раз у меня сейчас пальцы более-менее на человеческие похожи, и ногти обратно отросли. Просто у меня тут один ломался месяц назад, когда я в Идр поехала, он сломался. У меня с собой, главное, как назло, не было кусачек, а там деревенские дома не привыкли как-то другими ножницами резать эти ногти, а я привыкла к кусачкам. В общем, проблема была дикая. И вот ноготь наконец-то подровнялся, он уже отрос, я его уже подровняла, как бы более-менее ногти. Если есть, можно покраситься, да? Вот он у меня как бы закончился, теперь в пустых баночках. Там вроде ещё какой-то, да, вот ещё лак. Он тоже как-то слегка подсох, и ни туда, ни сюда, но он не полный был флакончик. Это мне подруга, моя мама, года два, что ли, назад отдала, типа, увидела, ой, Лёля, ты ногти красишь, а у меня что-то тогда были накрашены, типа, вот тебе, ну, давайте. Лак для ногтей, видимо, какой-то русский. Сити Силк 6 мл. А у него, по-моему, у того-то вообще непонятно, какой срок годности, а у этого срок годности вот до конца этого года как раз был. Ну, в общем, он подсох. Ну, я вообще как бы не люблю вот с таким ярким шиммером, в смысле, именно тот шиммер, когда с лака, лак стираешь с ногтей, а потом этот шиммер везде. Вот тут оказался тот самый вариант, где шиммер везде. Но я внезапно, он ещё физически не закончился, но у него сменилась консистенция, немножко запах, и когда я мазала какой-то руки, как-то себе, этот детский крем от Грин Мамы, у меня пошла сыпь. Я поняла, что я на тот момент ничего такого не ела, от чего бы могла пойти сыпь. Ещё раз помазала уже так, кончик ноги где-то там, у меня снова пошла сыпь, я поняла, что это вот, он ещё глянула его консистенцию, он слегка испортился. Хотя, в принципе, у него срок годности, а раньше у средств Грин Мамы срок годности был запасом, если, допустим, вроде как закончился срок годности, он ещё в ближайший год юзабельный. А тут вот как-то не сложилось, он в августе закончился, в августе у него прошёл срок годности, сейчас у нас 30-е на обрядецкий крем с чередой, 6 месяцев после вскрытия, живёт фиг знает сколько лет, и мне очень нравился раньше Грин Мама, но у них там кучу раз уже менялось это руководство, куча всего у них нового произошло, что-то снимается, что-то остаётся, даже не знаю, продают ли его сейчас. Он с чередой, именно поэтому я его как бы и пользовала, как крем для ног, как крем для рук, как лосьон для тела, как молочко для лица, вообще универсальная штука, особенно если какие-то покраснения, аллергические, оно мне помогало. Я, в принципе, его никогда раньше не нюхала, так-то вроде запах как запах, но у него как-то, как-то он, как-то он немножко даже цвета такого, не совсем того стал, так что вот я его решила в пустую баночку сунуть. Помазала немножко тут. Сейчас сижу и думаю, пойдёт ли у меня по всему телу ощущение чесотки. Как бы череда-то, она снимает покраснение, у меня даже есть немножко череды с этого года, немножко череды с того года ещё, собрана в одном экологически чистом месте, где нога человеческая практически не ступала последние несколько, ну, пару десятков лет точно, кроме моей. И ноги моей. Я шестерский человек. А тут получается, что он как бы даёт другой эффект. И по ходу дела, зритель у меня ещё, остальное у меня тут пустые баночки еды. Вот такие у меня пустые баночки и ноября. Если ты что-то из этого юзал, дай знач в комменты. Ну и пока! Не забудь поставить палец кверху.